Друзья, всем большой привет! С вами Юля. Сегодня будет видео о пустых баночках. Первое, что у меня закончилось, это вот такая матирующая пенка-праймер. Не знаю, почему праймер, какое имеет отношение праймер к пенке для умывания от Vitex. Из фруктовой линейки написано, что с косточками киви. И визуально она действительно выглядит как желе. С косточками киви очень все это напоминает мякоть киви. Я вообще не очень люблю, знаете, различные прибамбасы, спецэффекты в косметике. Я люблю, чтобы средство выглядело максимально так просто. То есть для меня все это не важно. Вот эти косточки, они как-то особо не задействованы в процессе умывания. От них нет скрабирующего эффекта. Я не поняла, к чему они там. Ну просто, видимо, так забавы ради. Так вот, это очищающая пенка с эффектом мотирования и сужения пор. То есть идеально очищенная матовая кожа без жирного блеска. Если отстраниться от этих косточек киви, по эффекту это очень классное средство. Во-первых, выполняются все обещания производителя. То есть она действительно матирует. Она действительно как будто немножко сужает поры. Ну, во всяком случае, вот первое время после умывания, визуально это так выглядит. И действительно очень хорошо очищает кожу. Обычно такие средства, они еще и стягивают кожу. И подсушивают ее, либо оставляют какие-то покраснения, раздражения. У меня кожа чувствительная, для меня все это важно. И здесь такого нет. То есть действительно вы получаете очищенную матовую кожу, которая хорошо выглядит. Этот эффект сохраняется какое-то время после умывания. И при этом здесь очень даже неплохой состав. То есть здесь, конечно, есть СЛС, но он не на первом месте. Основной пенообразователь здесь все-таки мягкий. Мне понравилось. Эта пенка совсем недорогая. Особенно актуальны, конечно, такие средства скорее летом, в жару. Потому что есть вот этот матирующий эффект. Я думаю, что я буду повторять. Она вот как-то у меня появилась. Я так ее забросила в корзинку. Она была недорогая. И, в общем-то, быстро закончилась. Потому что неплохое-неплохое средство. Я бы рекомендовала белорусы. Как всегда, приятно удивляют хорошими средствами по соотношению цены-качество. Марка Леврана. Тоже интересный для меня такой бренд. Потому что у них натуральные составы. На этот раз вот у меня закончилась гелевая маска. Освежающая. Она идет с экстрактом ламинария. Вот один из таких компонентов, который меня привлекает в косметике. Особенно вот последний год-два. Я так присматриваюсь к этому компоненту. И действительно, мне очень понравилось. Потому что ламинария, морские водоросли, они как-то вот тонизируют кожу. Делают более здоровый цвет лица. Запах, ну, честно, если сказать, запах неприятный. Да, если называть вещи своими именами. Но, знаете как, он неприятный натуральный. Вот, я нормально, терпимо отношусь к таким особенностям. Меня скорее будет раздражать какой-то химозный запах. Даже если это, там, запах персика. Если он слишком интенсивный, химический. Чем вот что-то натуральное. Действительно, водоросль, она, наверное, примерно так и пахнет. И сама она имеет такую гелевую текстуру. Вы наносите это на лицо. И нужно оставить, как любую маску, на 10-15 минут. Она высыхает, но никак-то не прилипает к коже. Нет дискомфортных ощущений. Это не средство первой необходимости. Да, но, тем не менее, она у меня тоже закончилась довольно быстро. И впечатления такие положительные. Здесь, кстати, вообще такой богатый очень состав. Здесь много экстрактов. Здесь есть молочная кислота. Но в основном они, конечно, делают упор на то, что здесь экстракт ламинарии. Тонизирует, освежает, как-то подтягивает. Кожа выглядит хорошо после этой маски. Вот что я хочу сказать. И еще, знаете, она дает такой матовый блеск на коже. То есть не жирный блеск. Такой эффект, когда кожа как бы подсвечена изнутри. Вот как это обычно называют. Вот интересное средство. Вообще, Леврана я уже не впервые замечаю, что они не сильно заморачиваются с отдушками. Я уже у них, ну как бы не первое средство пробую. У них действительно в средствах либо идет аромат эфирных масел, либо какие-то вот такие натуральные запахи. Ну, просто должна вас об этом предупредить, чтобы вы были в курсе. Закончилось у меня также молочко, чистая линия для снятия макияжа. Закончилось довольно давно. У меня куда-то, по-моему, пропадала эта баночка. Я не помню. Неплохое молочко. Я его уже показывала. Я пользовалась ими зимой. У меня к чистой линии всегда одна и та же претензия в течение уже многих лет. Мне не нравится вот этот формат упаковки. Это неудобно. Почему они это не поменяют, я не знаю. Неудобный дозатор. Не совсем понятно, какая разовая порция оттуда выйдет. Но, в принципе, средство там хорошее. Молочко очень мягкое. Оно подходит для всех типов кожи. С брусникой. Заявлено, что можно даже не смывать. Но я всегда смываю и вам советую. Хорошо снимает макияж, смягчает, увлажняет. Неплохое молочко для снятия макияжа. Дальше. У меня закончилось два средства для тела. У меня вообще достаточно сухая кожа на теле. Я почти всегда. Ну, за исключением жаркого прям времени года. Когда же очень жарко летом. Все остальное время мне обязательно нужно пользоваться либо кремом, либо молочком для тела. У меня закончились два вот таких средства от Любава. В принципе, я вам их показывала. Это молочко. Очень легкой такой, даже муссовой текстуры. Легко впитывается. Очень комфортное в использовании. И крем. Чуть погуще. Я об этой косметике не знала раньше. Вряд ли бы узнала, потому что в магазинах не видела. Очень хорошее средство. Конечно, самое лучшее. Это то, что я вам показывала в банке с кокосовым маслом. Суперпитательный крем. Там вообще снимается любая сухость. Просто с первого применения. Но вот эти средства тоже очень классные. Во-первых, хорошие чистые составы. Комфортные в использовании. Хорошо увлажняют кожу. И, в принципе, недорогие. Я бы советовала. Детокс скраб с черной гималайской солью. От бренда Аравия. Я вас, кстати, просила, чтобы вы мне в комментариях написали, какие средства вы знаете от этой косметики. Что-то никто не написал. Потому что бренд для меня неизвестный. Единственное средство, которое я у них пробовала. А составы хорошие, интересные. Я поначалу этот продукт не поняла. Потому что скрабирующие частицы довольно редкие. Сам он такой кремовой текстуры. Но, тем не менее, использовала до дна и очень быстро. Да, потому что смягчает, увлажняет кожу. Как-то приятно пользоваться. Но скрабирующего такого уж сильного эффекта, что прям, знаете, когда кожа обновляется, такого не было. После него можно не пользоваться. Каким-то молочком или кремом. Он уже сам по себе. Здесь очень много масел. И здесь уже, по-моему, где он состав у нас? Здесь в начале состава есть масло ши. Да, несколько масел смягчающих компонентов. В принципе, состав не длинный, но такой, с хороших компонентов. Я узнала о таком средстве, как гаммаж для рук. Никогда раньше не пользовалась. Конечно же, не первой необходимости средства, но приятное. Для чего это делается? Если вы хотите сделать кожу рук очень мягкой, очень гладкой, вот прям, чтобы до нее было приятно дотрагиваться, то перед кремом, либо перед маской можно наносить вот такие средства. Здесь есть скрабирующие частицы. Они мягкие, не травмируют кожу. И также здесь есть фруктовые кислоты, экстракты. То есть обновляют кожу рук. И действительно, после этого скраба кожа просто... Ну, она как попка младенца. Это заезженное, конечно, выражение. Но правда, правда, очень мягко. Особенно потом, если нанести какой-то хороший питательный, либо увлажняющий крем, либо масла, то очень классно работает. Я, по-моему, не сказала. Изготовитель крымская роза. Заявлено, что 96% натуральных компонентов пахнет розочкой. Такое хорошее, приятное средство. И, в принципе, не обязательно покупать именно специализированно какой-то скраб-гаммаж для рук. Можно использовать какой-то другой мягкий скраб. Вот, например, у меня закончился чистая линия. Скраб с малиновыми косточками. Не путайте тот, который с абрикосовыми. Тот я тоже показывала, рассказывала об его особенностях. Он хорош тем, я сейчас про абрикосовые косточки говорю, что там частые скрабирующие частицы, но они довольно грубые. В общем, свои особенности у того скраба. Вот этот именно мягкий скраб с малиновыми косточками. Он действительно более бережный. Заявлено, что он подходит для сухой и чувствительной кожи. Он на кремовой основе. Он у меня тоже не первый раз. В принципе, достаточно известное средство. Тоже там в супермаркетах встречается. В общем, тоже очень хорошо шлифуют кожу. Делают ее нежной, мягкой, гладкой. И последняя баночка на сегодня. Это вот такой луковый шампунь от бренда Мирола. Аптечный бренд. Мне, в принципе, нравятся их средства. Шампунь насыщен микроэлементами, витаминами, экстрактами. Я не сильно верю, что шампунь может предотвратить выпадение волос. Как здесь заявлено. Потому что все-таки против выпадения нужно подольше подержать что-то на голове. Шампунь мы быстро смываем. Ну, просто приятный шампунь с таким насыщенным составом. То есть, после него волосы гладкие, шелковистые. Но вот здесь маленькие объемы. У них все шампуни идут вот таким вот объемом. Сколько здесь? Всего лишь 150 мл. Конечно, он кончается быстро. Хотя, в общем, неплохой. Ребят, на этом все. Это все были пустые баночки на сегодня. Вы знаете, я не люблю копить очень много банок. И делать потом на полчаса видео. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok